С молитвенной встречи начинается патриаршее богослужение. Святейший восходит на кафедру. Его облачают в ризы. В день Рождества Богородицы уже по традиции. У священников они небесно-голубого цвета. Кафедральный Преображенский собор предстоятель освящает вместе со служащими архиереями. Сам человеколюбчив, владыка, призрена нас грешных и недостойных. Обновление празднующих честного храма, преображение. После Великого Чина литургия. На нее собрались сотни верующих. Люди пришли на соборную площадь за несколько часов до начала богослужения. Сегодняшний день для нас просто очень большой праздник. Потому что патриарх посетил наш город. Это просто прекрасно. Это великое событие. Это такая честь присутствовать на службе, когда приходит патриарх. Освящение собора – это просто великое событие для Ямало-Немецкого автономного округа. Единственный кафедральный православный собор во всем арктическом регионе. При строительстве нового храма использованы уникальные инженерные решения. Преображенский собор – самый большой храм в Арктике. Его высота составляет 63 метра. Одновременно здесь может молиться до 800 верующих. Сам храм стоит на 93 сваях. Они уходят вглубь на 32 метра. Это обеспечивает устойчивость всей конструкции. Строили святыню всем миром. Православные могли вложить тоже свой вклад, купить хоть один кирпичик. Все собирали, можно сказать, по кирпичику храм. Все проучаствовали. Весь комплекс – это не только Преображенский собор. В него входит и Нижний храм. Также здесь расположится православная гимназия. В ней будут учиться около 200 человек. Новая часть города, естественно, это доминанта развития всей столицы. И вокруг него сегодня, по сути, будет строиться новый город. Это центр духовной жизни, культурной. И, я думаю, это действительно такая веха в развитии Ямала и Салихарда. Патриаршая литургия служится особенным чином. Готовились к богослужению и певцы. Два хора – детский из Нового Уренгоя и объединенный взрослый. Из певцов храма Петра и Павла и педагогов Салихарской школы искусств. Репертуар подбирали тщательно. Кульминация Евхаристии – главного момента литургии – причастие всех верных. После проповедь Святейшего. Патриарх еще раз повторил – освящение Преображенского собора – грандиозное историческое событие не только для всего Ямала, но и для всей Арктики. Дорогие владыки, отцы, братья и сестры, всех вас сердечно поздравляю с историческим событием, с освящением храма в этом месте. Все это стало возможно и технически, и с научной точки зрения. Но ни наука, ни техника не помогла бы, если бы не было самого главного – нужды людей в храмах. В память об этом историческом событии, которое уже вошло в летопись Ямала, патриарх Московский и всеяруси Кирилл подарил Преображенскому собору образ Пресвятой Богородицы. Им Святейший благословил свою ямальскую паству. Веродронзикова Максимилиан Волков. Время Ямала. Салихард. Продолжение следует...